Мы записывали обрепление рефлекса, и я приводил вам четыре разных примера. Со следующим заданием попробуйте разобраться, в каком случае мы имеем рефлекс, а в каком случае это что-то другое. Напомню, значит, первый случай, человек из темной комнаты входит светлую, так, и у него при этом резко сужается зрачок. Это первый случай. Второй случай. Хорошо. Значит, ученик получил на уроке пару, и глядит, что учитель поставит стройку, поставит стройку. Это второй случай. Третий случай. Человек несколько дней ходил на пляж летом, так, и через недельку у него изменился цвет кожи. Человек загорел. И, наконец, четвертый случай. Человек в спешке гладил в рюки, случайно схватился за утюг, так, значит, отпрыгнул в сторону, затряс рукой, сказал несколько энергичных фраз по этому поводу, так, а на пальцах у него надулись в лудель. Вот давайте попробуем вспомнить. Итак, первый случай. Выход из помещения в помещение с резким различием степени освещенности. Было темно, стало светло, зрачок сутился. Так? Это пример рефлекторной реакции или какого-либо другого действия. Не галдите рук с поднятием. Пожалуйста, поднимайте руки. Вот народ, те, кто до сих пор вот сейчас на эти вопросы ответить не может, так, влиятельно разберутся с тем, чем мы будем заниматься сегодня. Мы с вами про рефлекс долго говорили. И совершенно необходимо четко понимать определение рефлекса. Ребят, наука начинается там, где кончаются всякие слова типа «а вот это действует на это», а потом, скорее всего, происходит вот это. Никаких вот этого. Строго определенные термины. Знание объема термина, точного определения, это просто условия, необходимое условие для того, чтобы хоть что-то понять в науке. Если вы не знаете определений, вы никогда ничего не поймете. Так? На самом деле, чтобы решить вот эту задачу на выбор четырех разных ситуаций, надо просто знать определение рефлекса. Поднимайте руки, кто определение рефлекса может воспроизвести. Что называется в физиологии рефлекса? Хорошо? Рефлекс – это ответная операция на определенное действие. И неправильное определение у вас. В нем нет трех важнейших вещей. Вот, ребята, такое слово «термин» слышали? Вот чем слова нашего обыденного языка отличаются от научных терминов? Ребята, это база науки. Если с этим не разобраться, то в дальнейшем вы с успехом будете работать на подиуме. С успехом будете заниматься, там, пиар, то есть public relation, отношения между людьми. Но никакого отношения к науке вы иметь не будете. Наука начинается с терминов. Так вот, чем отличаются слова обычного нашего языка от терминов? Да. То, что у термина может быть только одно определенное значение. Именно так. В словах нашего языка есть понятие синонима. Так? Это разные слова, которые могут обозначать одно и то же действие, или один и тот же предмет. Так? В нашей обыденной речи мы очень часто прибегаем к ассоциациям. Одно связано с другим, а другое связано с третьим. Это помогает широко описывать мир. Вот наука работает совершенно так. За каждым словом закрепляется одно единственное значение. Одно и только одно. На самом деле это резкое объединение описания мира. Наш обычный язык, описывая окружающий нас мир, во много располнение. Наука резко объединяет систему описания. Зачем это надо? Это же, наверное, плохо. Взять и вот так ограбить родной язык. Что это дает? Да? Это устраняет всякую дневную смысленность. Именно так. Это необходимая мера для того, чтобы получить определенный вывод. Пока у вас слова значат, Бог знает что, могут значить, а могут не значить. Могут переходить друг к другу. Вы никакого определенного однозначного вывода сделать не можете. Если за каждым словом закреплено одно единственное значение, то тогда просто из грамматики построение фразы. Из А следует Б и только Б, а не горошек с капустой, допустим. Понятно? Так что сознание терминов начинается наука. Если вы термин не знаете, вы никогда не поймете ни одного научного утверждения, ни одного доказательства, ни одного описания эксперимента. К сожалению, в современном мире интернет просто переполнен вот такими неграмотными, якобы научными построениями, где можно прочесть про все на свете, начиная от биополя, кончая астрологией. Это все очень интересно и действительно очень хорошо, как популярная литература. Но к науке это не имеет просто никакого отношения. Ни с какого конца. Дело в том, что это написано не на языке науки, никакая однозначность выводов в данном случае просто не просматривается. И те выводы, которые делаются в результате, ну они будут зависеть от, я не знаю, желания и нежелания человека, от его симпатии и антипатии, а от них нет доказательной базы, к которым я буду приводить. Так что наука начинает с темы, а темы слагаются в определении. Итак, возвращаемся. Определение реплексов. Грамотное и полное. Хорошо. Это стереотипная реакция живого организма на определенное воздействие, возражение нервных рецептов, проходящихся в части нервной системы. Вот это полный вариант. Три важнейшие момента. Во-первых, это любая ответная реакция организма или строго определенная? Только строго определенная. В ответ на любой сигнал? Только на определенный сигнал. То есть есть сигнал, есть эта реакция. Нет сигнала, нет этой реакции. И в-третьих, такая последовательность сигнала и действия происходит с участием нервной системы или без ее участия? С участием нервной системы. Вот если эти три положения выполнены, то перед вами картинка рефлекторной рефлекции. Если хотя бы одну из них нарушена, это уже не рефлекс, это что-то другое. Так? Итак, первый случай. Возвращаемся. Человек вышел из темной комнаты в светлую, и у него резко сузился диаметр зрачка. Это рефлекс. Вы абсолютно правы, это один из древнейших рефлексов наш. Называется он зрачковый рефлекс. Он, программа его зашита исключительно глубоко. На том же уровне, где рефлексы регуляции сердца, рефлексы регуляции дыхания. Поэтому в медицине зрачковый рефлекс используется для удобной диагностики. Одной простой проблемы. Жив человек или он? Человек может находиться без сознания, причем очень глубокая потеря сознания у человека. Никаких внешних проявлений жизни у него нет. Но если ему оттянуть века и посветить в глаз по-нарегам. Так? Если этот человек пока еще жив, что произойдет? За счет сузницы. Глаз реагирует на свет. А вот если глаз не реагирует на свет? Это очень плохо. Это значит, что параллельно отключена регуляция сердца, дыхания, все основные вегетатики и так далее. Но если зрачок широк в течение больше чем 15-20 минут, то дальше проводить реанимацию можно, конечно. Формально сейчас врачи вроде бы 24 минуты обязаны вести реанимационные процедуры. Но дело в том, что шанс на то, что это хоть что-то даст, исключительно нет. Система отключилась. Так? Значит, хорошо, зрачковый рефлекс разобрались. Второй случай. Двою штуку. Значит, человек получил на уроке пару. И дальше, гляньте, что учитель на переменке поставит. Три поставит. Три поставит. Три. Прошелся. А почему не являются? Здрасте. Двойка от ничего не произошло? Лично для вас от ничего не значат? Двойка вполне определенный стимул. Так, громче, пожалуйста. Не произошло каких-то сложений. Ой, 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 еще как произошло. Значит, вообще-то в мои времена, в хороших семьях, за двойки, если и не давали под затыльники, то уж во всяком случае, так, рассчитывать на дискотеку, на ближайшие какие-то хорошие каникулы и так далее не приходилось. Вообще-то двойка, это значимый стимул. И совершенно однозначный. Хорошо? Потому что это личное желание ученика. То есть? Ну, то есть это желание ученика, а не ответ на определенную реакцию. А кто это вам сказал? А как бы по внешним призмам, вот я ученик. Как вы будете делать заключение, и из-за чего происходит моя активность? Из-за моего желания или качества ответного сигнала? Ну, это ваше желание. Кто вам сказал? Хорошо, я сел на кнопку. И дальше вскакивать я буду из-за своего желания или из-за чего-то другого? Из-за того, что больно. Не-не-не, из-за того, что больно, народ. Если провести ускоренную съемку, то отлично будет видно, что человек начинает вскакивать существенно раньше, чем у него меняется выражение лица, чем до него дошел сигнал боли. Так? Движение начнется раньше. Это сработает болевая рефлекс. Так что желание или нежелание здесь абсолютно ни при чем. Пробуем. Мне кажется, это из-за того, что не в каждом человеке, например, кто-то получил двойку, он совершенно не расстраивается, а тот слишком сильно переживает за это. Ага, вот это уже ближе. Значит, но дело в том, что и условные рефлексы далеко не у всех людей одинаковые. Значит, кроме безусловных вражденных, ну типа Зрачковых, мы с вами разбирались с условными рефлексами, приобретенными. Вот скажите, набор приобретенных рефлексов у всех людей на свете одинаковые или нет? Разных, конечно. Так что ваше предположение, попробуем идти от серийности, с работы для вражденных рефлексов, но о приобретенных ничего не скажешь. Потому что приобретенные программы у всех разные. Они тоже рефлекторные, но разные. Хорошо? У каждого человека может быть своя реакция, разная. Так как в данном случае доказывать, что в данном случае реакция может быть разная? Один человек может вымотиться, а другой может просто попрыгать на месте, включаясь в рефлекс. Если получили двойку... Да, разные реакции, может быть, каждый раз. Хорошо. Мы берем случай. Вот у нас есть две разные собаки. У одной, вопрек, на лампочку вырубили условный пищевой реплекс, а у второго, опять на лампочку, выработали условный полевой реплекс. И то, и другое реплекс. А теперь перед этой парой собак включаем лампочку. Они одинаково себя вести будут? Нет. Ну и что, и механизм от этого перестали быть реплексами? Нет. Нет, не перестали. Это реплексы, конечно. Так. Прошу вас, вы же... Кажется, что когда рефлексы... Ну, это происходит автоматически. То есть это... Автоматически это как? Ну, это когда не человек решает, а... Говоря это слово «человек», вы имеете в виду свое сознание. Так, хорошо. А как доказать, что в данном случае речь идет не о автоматическом действии, а именно об осознанном? Ребята, еще раз, как работает наука? У вас есть определение процесса. Смотрите на определение. Подходит ли описание данного случая, поведения новенька, под определение реплексов? Так, ну, ваши руки для меня неудивительно. Значит, на втором год занятия вообще вполне понятно, что можно было усвоить некоторые вещи. А вот из новеньких... Прошу. Нет, не подходит. Почему? Потому что это... Это... Сознание... То есть это не строго определенная ответственность. А как это доказать можно? Ну, то, что... Вот учитель поставил пару, и другому поставил пару. Если бы это был рефлекс, то он ответил бы. А это... Вот он ее... Стоп, 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 вот еще раз. Если вы берете двух разных школьников, сравнивать нельзя. Это может быть случай, как две собаки. У одной выработан условно положительный рефлекс, а у другой условно отрицательный рефлекс. И то, и другая все равно рефлексы. Так не пойдет доказывать. Как надо немножко изменить ситуацию, чтобы действительно удалось доказывать. Прошу? Ну, допустим, это один и тот же человек, и в первом случае он доказывает то, что он незаслуженно получил двойку. То есть он на тройку мог ответить. А во втором случае он мог сказать, что из-за... О, отлично, отлично. Скажите, пожалуйста, изходя из своего школьного опыта, у всех ли учителей имеет смысл клянчить повышение оценки? Нет. Ну, кое-кто, может быть, в конечном итоге и повысит, так? А кое-кто может наоборот так прицепиться, что потом ведь не избавишься от него. А это значит, тот же самый двоечный. Во всех ли случаях будет проявлять такую реакцию? Нет. Нет, не во всех. В ответ на один и тот же сигнал, сигнал называется двойка. Так? Один и тот же школьник в одном случае клянчат, а в другом случае не клянчат. Так? Читайте определение реплекса. Стереотипный ответ организма. У нас есть стереотипный, то есть повторяющийся ответ или нет? В одном случае мы имеем поведение, у одного и того же существа. А в другом случае мы не имеем. Все, ребят. Это не реплекс. На самом деле это высший пилотаж системы управления. Называться будет индивидуально изменчивое поведение. Индивидуально изменчивое поведение управляется уже не от каким-то там определенными сигналами из внешней среды. Там стратегия управления намного сложнее. Именно об этом мы сегодня будем говорить. Так? Хорошо. Теперь возвращаемся к случаю с пляжем. У нас человек в течение недели приходит на пляж, и через неделю у него меняется цвет кожи. Это реплекс или не реплекс? Думать. Те, у кого есть попытка решения, поднимаем руки. Ребята, у вас определение реплекса. Вообще, народ, если хотите разбираться в науке, все определения и все значения терминов обязательно записывайтесь. Если у вас не остается записи, у вас ничего не осталось в голове. Это вот такое золотое правило. Не ждите, что вам будут диктовать, сами записывайте. Иначе ничего не выйдет. Итак, в случае загара сравним с определением реплекса. Что получим? Прошу вас. Ну, барышня вполне основательно ответ дает. У нас есть совершенно однотипное воздействие, воздействие солнечных лучей. И однотипная реакция со стороны организма. Нарастающие изменения, окраска кожи. Хорошо, а у кого еще какие-нибудь соображения проживала барышня? Ну, это не реплекса, потому что здесь не происходит никакой реакции между сознанием человека и между цветом кожи. Это происходит независимо от его соображения на реплексе. Классно. А найдите, пожалуйста, слово «сознание» в этой премии реплекса. Нет. Можно? Тихо, тихо, тихо. Тихо. Народ, допускается самая тяжелая ошибка из тех, которые в данном случае можно допустить. Значит, ребята, рефлекторная регуляция никакого отношения к вашему сознанию не имеет. Это вам только кажется, что вы все про себя знаете. Простейший эксперимент показывает, что процентов 90 из того, что с вами происходит, вашему сознанию просто недоступны. И не потому, что вы маленькие губы, а потому, что так устроена регуляция поведения человека. Слава Богу. Слава Богу. Что 90% заблокировано без сознания. Как бы выглядел поток сознания любого из нас, да? Если бы рефлекторная программа, были бы доступны сознательные регуляции. Ага, славно. Славно. Хорошо пробуем. Значит, ну, единственное, я примерно в тысячу раз ускоряю поток сознания. Потому что иначе не выйдет. Так? Итак, мы сознательно руководим всеми рефлекторными реакциями. Наш поток сознания, да, прошу вас, как бы выглядели. Какие полдня? Может, и раньше. Ну, какие полдня? Ни один человек не выдержит ИЧС в такой жизни. Потому что выглядел поток сознания ваш будет следующим образом. Сокращаю левое и правое предсердие, открываю скорочную клапу, начинаю сокращение желудочков. Держу анальный спинктер. Выделяю соляную кислоту железами желудка, выделяю панкреатический компонент поджелудочный, сужая аорту. Держу анальный спинктер. Сокращаю стенку желудочка, закрываю скорочный клапан, открываю полулунный клапан, держу анальный спинктер. Расширяю сосуды, идущие к ногам, держу анальный спинктер. Меняю проницаемость изютехканальцев почки. Вы понимаете, что несколько тысяч управляющих команд в секунду проходят в вашем организме. Без этого тело просто умирает. Если бы всеми этими программами руководилось сознание, хоть на что-нибудь еще в этой системе оставалось бы возможности? Конечно, нет. Какое мышление, упаси Богу? Какие эмоции, какие чувства? Так, ваше сознание полностью было бы забито проблемами регуляции работы вашего организма. Хорошо. И вторая вещь. А что с вашим сознанием, когда вы заснули? Оно из-за невеса включится. Оно перейдется на видную пазу. Так? Значит, и то, что у вас расслабится анальный уэритральный спинктер, это самые мелкие неприятности. Что у вас сердцем будет? Что у вас с дыхательными движениями будет? Если они сознательно контролируются. Вам на это в голову не приходило? Так что, ребят, контроль внутренних физиологических процессов никакого отношения к сознанию не имеет. И еще раз говорю, слава Богу. Регуляция только на основе рефрикторных программ. И часть нервной системы, которая регулирует этой стороной вашей жизни, собственно делает вас живым и существованием. Будет называться вегетативная система. И как раз с вегетатикой мы с вами на прошлом занятии возились. Два главных режима. Боевой режим и режим расслабления. Так? Значит, симпатический и парасимпатический. Но дело в том, что не только в управлении ваших внутренних органов, но и в управлении вашего поведения в окружающем мире. Уже поведение. Очень многое вами не осознается. И опять же, слава Богу, что не осознается. Но вот этим уже занимается не физиология, а психология. Психология бессознательная. Значит, с этим мы с вами в этом курсе лекции возиться не будем. Это уже совсем другая тема. У вас вопрос был какой-то? У нас мнение, я хотела сказать. Да. То есть в определении у нас есть три условия. Два из них выполняются, два третий не выполняет. Какое третий не выполняет в случае загара? В случае загара используется нервная система. Совершенно верно. Дело в том, что в случае загара изменение окраски кожи пойдет без всякого участия нервной системы. Так? Это каждая клетка вашей кожи, вне зависимости от соседей и вне зависимости от нервной системы, сама будет разворачивать защитный экран. Так? Значит, защитный экран из пигмента меламина, который должен поглотить излишку ультрафиолета. Дело в том, что солнечные лучи, кроме видимого света, содержат ультрафиолет. Ультрафиолет необходим нашему телу, ну, в частности, без него кожа не синтезируется витамин Д. Так? Но повышенная мощность ультрафиолетового излучения может вызывать самые нехорошие изменения, вплоть до мутаций в клетках кожи, вплоть до провокации онкологических процессов, то есть развития раковых процессов. Поэтому кожа умеет защищаться. Если ультрафиолета слишком много, клетки кожи, не все некоторые, называться они будут меланоклеты, разворачивают защитные зонтики, поглощающие ультрафиолет, не пропускающие вниз. Но это решает каждая клетка в отдельности. У нее есть на поверхности рецепторы, так, которые реагируют на количество ультрафиолета, и такие реакции, которые проходят без участия нервной системы, будут называться местные реакции организма. Как видите, мы получили три разные группы управленческих реакций. Первая группа — репрессия, определение которого мы дали. Вторая группа — индивидуально изменчивое поведение, которое не сводится к рефлекторным реакциям. И третья группа — местные реакции организма. Так вот, дело в том, что у нас в теле не одна управляющая система, а две. Про первую вы слышали наверняка, и хотя бы некоторое представление, ну, пускай и металлокизированное, но все-таки есть. Так, это нервная система, головной мозг, все знают, что они как-то управляют телом, но другое дело, что большинство людей не понимает такого совсем. Но дело в том, что есть вторая, не менее важная. Кто знает, о какой второй управляющей системе идет речь? Она не менее важна, чем нервная. Прошу вас. Буморально. Ну, конечно, буморально. Система управления за счет химических сигналов. Как называются специально созданные нашим организмом химические сигнальные вещества, которые будут управлять работой самых разных подсистем в нашем организме. Прошу вас. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Тяжелая ошибка. Гормоны. Гормоны. Ферменты – это конкретные исполнительные. Так? Это работники внутри клетки, в межклеточных пространствах в редкий случай. Так? А гормоны что-то такое? А гормоны – это из-за конкретных пространствах? Вот по характеру своей работы. Что из себя представляет любой гормон совершенно? Это дефицит. Ни в коем случае. Значит. Хотя бы немного... Даже вот как вопрос поставлю. Запускать компьютер все умеют? Да. Вот не программировать там, спасибо Бог. А просто запускать. Так? Хорошо. А после этого Вы вызвали какую-то программу, нужную Вам. Какую кнопку нужно кликнуть, чтобы программа активировалась? Кнопку. Enter. Enter. Так вот. Любой гормон, значит, это кнопка Enter. Просто. А точнее, активатор кнопки Enter. Эти кнопки лежат на поверхности клеток. Приходит один гормон, активирует одну программу. Сам он работать совершенно не умеет. Его задача активировать определенную программу. И кликка, подчиняясь этой команде, начинает вести определенный процесс. Пришел другой гормон, он активирует другую программу совершенно. Так что путать гормоны и ферменты ни в коем случае не следует. Это совершенно разная реальность. Так вот, вся гормональная регуляция будет идти на каком уровне? Вот мы эти три формы регуляции с Вами выделили. Есть у нас рефлекторная регуляция, есть индивидуально изменчивое поведение и есть местная регуляция. Так вот, вся гормональная, на каком уровне регуляция идет? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Есть. Думайте. На кого действуют гормоны? На клетки. На клетки. Нет ни одного гормона, который действовал бы на все клетки тела. У каждого гормона есть строго определенный набор адресаток, на которые он может действовать. Называться такие адресаток будут нишеньем. Так? Значит. А если данное управление действует на отдельные клетки, и клетки реагируют на этот сигнал без участия нервной системы? Местное управление. То есть роль местного управления в регуляции процесса в Вашем теле велика и огромна. Вся гормональная регуляция за счет местных реакций идет. Хорошо. Ну а вот сейчас. Сейчас попробуем действительно подбивать линия под важнейшую проблему. К сожалению, только для части присутствующих это будет осмысленное занятие. То, что для тех, кто до сих пор не понял, что такое рефлекс, и то, что рефлекс к сознанию принципиально отношения не имеет никакого, и то, что Ваше предположение о том, что как захотел, так и сделал, не более чем миф, так, но для тех людей, вероятно, сложно будет понять, о чем идет, будет идти речь о второй половине. Для тех, кто разобрался с рефлексом, значит, ситуация небезнадежная, и несмотря на сложность вопроса, можно будет попробовать разобраться. Значит. Итак, сначала, а зачем вообще нужны какие-то сложные программы, когда есть хорошие рефлекторные, которые работают без всякого участия сознания? Прошу. С ними невозможно адаптация к среде. Адаптация к среде. К изменившейся среде. К изменившейся среде. Есть такая точка зрения. Давайте уточним. Поднимайте руки. Кто помнит не школьную модель рефлекторной дуги, которую мы разбирали, а более сложную модель, которую мы разбирали. Рефлекторное кольцо. Значит, дело в том, что в рамках модели рефлекторного кольца, так может ли рефлекторная программа приспосабливаться к изменяющимся условиям? Реализация программы, то есть само действие рефлекторное, может приспосабливаться? Нет, оно уже определённое на... А вот значит, вы не поняли суки рефлекторного кольца. Повторяем ещё раз, внимание, на таком уровне, чтобы было понятно всем. Значит, итак, я стою вот так вертикально, меня в эту точку убавшатся от комара. Так? Я зален плекцией, поэтому не отвлекаясь, чисто рефлекторно я этого комара пришлёпываю. Для того, чтобы совершить это движение, у меня должны последовательно сократиться мышцы руки. Согласна? Согласна. Согласна. Значит, эта программа чисто рефлекторного действия, называется болевой рефлекс, так, раздражение в этой точке кожи, и рефлекторная программа вызывает движение руки в эту точку убав. Отлично. А теперь вопрос. Я лежу на спине, отдыхаю, и меня в ту же точку убав, все это комара. Если та же самая программа сработает, попаду я в комара или не попаду? Нет. А почему нет? Первый раз я попал. А потому что положение тела повлияет на траекторию движения руки. Ну, может, колблюд мешать там мышцам, что-то? Нет, пол не мешает мышцам, не в этом дело. Потому что... Потому что расположение... Прошу вас. Ну, во-первых, расположение тела тут играет роль, потому что, допустим, когда вы стоите, у вас, ну, есть такая программа, которая справляет, ну, мышцы освещаться определенным образом при положении стоя. Если же эта программа будет работать при положении южа, просто пока выше пройдет. А почему? Вы правы, но просто почему? Она одна и та же программа будет работать. А на каком теле изменилось... Нет. Если у вас в школе уже началась физика, то ваш ответ слабоват для человека, который хотя бы в азартиске разбирается. Прошу? Там учитывается действие силы тяжести. Да, разумеется. Когда я встаю, в какую сторону направлено действие силы тяжести? Стоп. Давайте вниз и вверх науке не подходит. Не так. Параллельно позвоночнику или перпендикулярно? Параллельно. Вот так направлено действие силы тяжести. Нужно ли преодолеть силу тяжести мышцам для того, чтобы двинуть мою руку? Нужно. Отлично. Теперь, я лег в какую сторону направлено действие силы тяжести? Перпендикулярно позвоночнику. Это понятно? У вас угол приложения сил к руке меняется. В результате, если мышца полностью повторяет ту же самую программу, а кистая противодействующая сила, сила тяжести, под другим углом направлена, то руку занесет вон куда? Почему? Потому что направление действия силы изменилось. Хорошо. Потому что стоит регулятор, который регулирует угол руки по отношению... Хорошо. А как регулятор знает, на какой угол надо внести поправку в каждом конкретном случае? А мозг? Там идет нейрон, а плюс. А мозг откуда это знает? А, ну, он знает, а от нервной системы. А нервная система откуда это знает? А, интуиция. Это классно. Вот если вы интуитивно начинаете сдвигаться, особенно по пересеченной местности, то вы лучше сначала вызовете скорую помощь, а потом интуитивно двигаетесь. Так? Как называются нервные клетки, способные принимать определенные сигналы, изображающиеся в целебе? Рецепторы. Рецепторы. Клетки рецепторы. Отлично. А теперь? В каждом суставе нашего тела, в каждой мышце нашего тела, в каждом сухожилии нашего тела стоят механо-рецепторы. Так? Если мышца сокращается на теле его сухожилия, рецепторы получают сигнал о изменении стояния мышцы. Да. Механо-рецепторы растянули или сжали, и они гонят сигнал. Так? Значит, сравнивая сигналы, можно, может ли нервная система вычислить, на какой угол согнулся данный сустав? Да. Вычисляем. Значит, что он получает? Он получает вот такую вещь. Вот первый исходный рецептор, сигнал Стадурова, запускает репректорную программу. Ну, это, допустим, в левой рецептор кожи лба, комар меня сюда укусил, сигнал прошел в репректорный центр. Репректорный центр раздает приказы мотонейронам, которые вызывают последовательное сокращение мышц. Отлично. Мышцы в моей руке пришли в действие, и я убил комара. Все в шоколаде. Значит. Ну, теперь, как заставить систему учитывать конкретные обстоятельства? Что я делаю? Стою, бегу, лежу, под каким углом моего тела в горизонт, и так далее. Прошу вас. С помощью вестибулярного аппарата. Хорошо. Вестибулярный аппарат здесь, вы, кстати, совершенно правы. Ну, а вестибулярный аппарат будет высчитывать только одну вещь. Положение головы в пространстве. Вестибулярный аппарат не имеет никакой информации о положении коленки, пятки, локти, кисти. Вестибулярный аппарат отлично считает положение головы с очень высокой точностью. А в данном случае мне надо регулировать положение головы или положение всех частей тел. Вот моя задачка попасть по комару. Конечно. Голова у меня как была, так и стоит. Я рукой двигаю? Значит, вопрос. У кого идея? Прошу вас. А в мышцах находятся еще одни рецепторы, которые рассматривают эту ситуацию и посылают сигналы на... Именно так. Вот здесь стоят рецепторы, мышцы каждого сухожилия, которые передают информацию в один из блоков мирной системы. Такой блок будет называться компаратор. Сравните. Что с чем он сравнивает? Вот здесь вот находилась рефературная программа движения. Она была активирована вот этим сигналом. В результате началось выполнение вот этой серии тонн. Значит. А дальше? С какой скоростью идет нервный инкулс у нас в теле? По метров. Да, но это по быстрым волокам. По медленному существенно медленнее. Так? Ну, вообще-то до 100 метров в секунду. Расстояние между нейронами в нервной системе несколько миллиметров. Ну, в некоторых случаях сантиметров. Так? Значит, сколько раз вот такой короткой трассе успеет пробежать в секунду нервный импульс. Итак, скорость 100 метров в секунду. А вот эти расстояния ну, в среднем они, конечно, разные. Ну, считаем, что в среднем 10 сантиметров. Раз оборот 30 сантиметров, два оборот 30 сантиметров, три оборот. Значит, он прошел трижды этот сигнал, да? Значит, а сколько времени прошло? Скорость 100 метров в секунду. А здесь 30 сантиметров. Мы один метр всего прошли. Одна сотая секунда прошла. Трижды прошел сигнал за одну сотую секунду. А за одну десятую сколько раз сигнал пробежит? Сколько раз сигнал пробежит по этой дорожке за одну десятую секунду? Тридцать раз. Если за одну сотую секунду проходит этот сигнал три раза. За одну сотую. Вопрос. За одну десятую секунду? Тридцать раз. Так? Начал. Одну десятую секунду, вы, даже напрягая сознание, сможете займитесь с трудом. Это очень короткий промежуток времени. Обратите внимание, что произошло. Ваша нервная система тридцать раз за одну десятую секунду успела проверить, правильно ли выполняется программа. Если программа на, допустим, какой-нибудь десятой, там, восьмой сотой секунды угол вот этого сгиба должен быть десять градусов, предусмотрено, что на восьмой сотой секунды угол сгиба в локте десять градусов, а он на самом деле оказался не десять, а восемь градусов. Различие между реальностью, а реальность, а пуглиность, что ли? Вот эти рецепты дали информацию правового поворота. Так, различие между реальностью и программой. Программу вот здесь мы взяли, сложили. Есть различие или нет? Есть различие или нет? Есть различие. В случае, когда согласование произошло, что делает компаратор? А компаратор вносит поправку в программный блок. Насколько в данном случае надо поправку сделать? На два градуса. Пожалуйста. Поправка внесена. Так, через следующий оборот проверяем, придумывая ли это нормальная работа программы. Если придумывал, будет ли компаратор вмешиваться? Нет. Не, не будет. Программа выполняется нормально, но молчит. Если на следующем этапе некоторое отклонение произошло, компаратор вычисляет разницу, так, и, пожалуйста, вмешательство к программам. В результате, как вы видите, в данном случае сигнал идет не по дуге от рецепторов исполнителя, а по кругу, по кольцу. Так, концепция рефлекторного кольца. Что она позволяет дать? Она позволяет настраивать каждое конкретное движение по реально имеющимся обстоятельствам. Понимаете, нельзя составить врожденные программы, да и приобретенные на все имеющиеся случаи жизни. Бесконечное множество разных вариантов ситуации в нашей человеческой жизни. рефлекторные программы нельзя сразу забить в готовом виде. У нас программа есть, а дальше своя реализация она постоянно будет самопроверяться. Так, и за счет этой самопроверки вносить уточнение к работе вашу опыту. Так что, должен вам сказать, что рефлекторные программы умеют приспосабливаться к изменяющейся среде. один вариант я иду, второй вариант я стою, третий вариант я лежу. Это разные варианты окружения моего? Разные. Я меняю положение пространства и рефлекторная программа успешно подстраивается.